Считайте, что ваша дочь должна сохранить невинность до свадьбы, иначе белоснежная фата не принесет ей желанного семейного счастья? На самом ли деле девственность является залогом счастливого замужества? Разберемся прямо сейчас с моими подругами. Алла Ковальчук, Марина Шевченко, Наталья Папазоглу и финалистка шестого сезона проекта «Холостяк» Анетти Жирнова. Встречайте! Кроме того, вы понимаете, что обсуждение этой темы невозможно без точки зрения мужчин и специалистов-профессионалов практически в этой области. Поэтому сегодня среди моих гостей, уважаемые друзья и эксперты, сексолог Николай Бойко, гинеколог Людмила Шепнюк, а также Михаил Пресижнюк и Самвелла Дамян. Поводом для сегодняшнего разговора стали острые дискуссии, буквально взорвавшие все форумы и соцсети. После окончания шестого сезона проекта «Холостяк». Зрительская аудитория разделилась на два лагеря, споря по поводу того, является ли девственность залогом счастливого замужества. Или для современного мужчины, как оказалось в финале «Холостяка», это не главное. У меня 23 года, я из города Киев. У меня не было сексуальной жизни. Я не хочу просто так, я не хочу какой-то грязи. Я буду хранить целый мудр и до этого человека. Ты очень уникальная девушка. У тебя свой уникальный подход ко всему. Я это понимаю. Это хорошо. Я это уважаю. Это тоже хорошо. Нужно очень сильно тебя полюбить. Я этого сделать не смог. Я считаю, что целый мудр и это целостное состояние своего тела и души. И поэтому, чем дольше ты будешь в этом состоянии, тем больше будет определяться, насколько ты себя любишь. Я думаю, что сегодняшняя дискуссия как раз расставит все точки над «и». И поэтому я прошу вас, мои дорогие, как раз сейчас и определившись со своей позицией в этом вопросе, занять места за столом. Возможно, кто-то из вас сейчас поменяет место. Здесь будут те, кто за девственности, до свадьбы. А здесь те, кто считает, что в этом нет никакой необходимости. Прошу. Секунду подумайте. Так, почему вы за этими столами? Марина. Я считаю, что качественного секса можно достичь только будучи с одним партнером. Вы, мои дорогие, что? Почему против, Алла? Дело в том, что детственность – это пережитки прошлого. Это когда я была молодой, да, это все внушали. Но я вам скажу, что семья крепкая зависит только от качественного секса. А секс можно узнать, что после свадьбы, а потом разбегаться? Нет, поэтому я против. Люди должны узнать друг друга поближе до свадьбы, то есть до печати. Я не согласна покупать кота в мешке, поэтому я хочу узнать человека сначала, подходим ли мы друг к другу. Ну, а теперь мы можем приступать к дискуссии. Первый аспект этого вопроса – стоит или не обязательно сохранять действенность до свадьбы – это вопросы женского здоровья. Кто начнет? Ну, я считаю, что именно благодаря половым актам и происходит очень много разных болезней, от чего люди потом страдают и тратят кучу денег на лечение, на аборты. С точки зрения специалистов по женскому здоровью – сексолога, гинеколога – какой возраст девушки является нормальным для вступления в половую жизнь, чтобы это не вредило ее здоровью и душевному состоянию? Людмила, начнешь? Ну, на самом деле, вот я так слушаю, и я, честно говоря, в шоке от аргументов вот этих девушек. Потому что на сегодняшний день с таким количеством информации, как себя защитить и от нежелаемой беременности, от заболеваний, передающихся половым путем, ну, уже, наверное, должны знать дети в школе, потому что такой предмет преподается. Но когда мы говорим о возрасте физиологическом, и чтобы мозги уже к этому времени хоть как-то подготовились, то это в среднем все-таки 18-21 год. 16-17 – это рано. А в более раннем возрасте легче подцепить, как говорят, инфекцию таким половым путем? Скажем так, в более раннем возрасте, если мы говорим о слизистых влагалищах и слизистых шейки матки, то они созревают до 21 года. Незрелый эпителий, то есть тот слой, который выстилает влагалище и шейку матки, он более подвержен к тому, чтобы получить и принять в себя эту инфекцию. То есть он не способен себя защитить так, как положено. А можно ли, не вступая в половые отношения, все-таки заразиться инфекцией, которая передается половым путем? То есть девственницы застрахованы от такого? Ну, скажем так, это, конечно, казуистические случаи, но они от этого не застрахованы. И самое страшное в такой ситуации, что они не подозревают, что у них может возникнуть какая-то проблема. Ну как это может быть? В бане или что? Это может быть и в бане, и в бассейне. А есть такие микроорганизмы, как, например, трихомонада, которая папиллома, вирусная инфекция, которые могут жить отдельно от хозяина, и при определенных условиях, почему мы говорим о бане, в влажной среде, трихомонада может сохранять свою жизнеспособность 7 суток. Ну, ваши аргументы просто делают вам деньги, и все. Ну, это логично, что вы за то, чтобы люди занимались сексом, потому что иначе у вас просто не будет работать. Зачем к вам приходить? Так как, на осмотр приходить, девочки приходят, школьницы приходят. На осмотр, чтобы якобы ничем не заболеть. Проблемы со здоровьем, мне кажется, не от секса, а наоборот, от его отсутствия. Гинекологи все-таки не вред. Ведь именно представители этой профессии помогают женщинам выносить здорового ребенка и родителей. У них будет просто чуть меньше работы. У нас работы меньше не будет никогда, к счастью, не потому что мы только лечим, а потому что мы занимаемся и профилактикой, и вынашиванием беременности, и осмотрами. Но я вам хочу сказать такую вещь, что ко мне на прием приходят и девственницы, и в разном возрасте, и в возрасте 25 лет, и в возрасте 28 лет, и в возрасте 40 лет приходят девственницы. Но, к сожалению, они абсолютно не застрахованы от того, чтобы у них не возникли заболевания, связанные вот с эндокринными нарушениями. Те же фибромиомы, те же полипы, те же кисты. Хотя они не живут половой жизнью, они подвержены тому, чтобы заболеть. Но это очень большая точка зрения. Болезнь – это один из нюансов. Не заниматься сексом для того, чтобы не давать работу гинекологам. Впервые слышу, но очень убедительно. У меня есть знакомая, которая влюбилась в мальчика. Но она была девственницей, она была с такой же позиции, как у меня. Но он настаивал, настаивал, настаивал. В итоге она сдалась ему, думая, что это поможет им быть вместе. Она заразилась от него непонятной болезнью, на которую она потратила очень много денег, нервов. И парень ее не поддержал. В итоге после этого они сразу расстались. К сожалению, бывают такие ситуации. С разбитым сердцем, девочки. Что скажете? То, что было у кого-то, это неправильно. Это вам пример. Да, я понимаю. Вот пример. Вот смотрите. Я, как обычно, ссылаюсь только на свой опыт. Вот я первый раз ходила замуж. Красавица, 19 лет, родители. Ты что, 20 век, это они, дай бог. Это же кто у нас теряет девственность? Это только те люди, которые стоят на трассе. Так и мне родители говорили. Нет. Хорошо встретила я парня своего. Ой, старше на 7 лет. Это все хорошо. Свадьба. Мне нужно исполнять долг. Супружеский. А я вообще в этом ничего не понимаю. И он мне не подходит. И я ему не подхожу. Потом выяснилось, что он дважды был женат. Я у него третья. И он сразу, недолго думая, налево пошел. У него там уже была протоптанная дорожка. А я себя мучаю. Что же у меня не так? Может, надо мне подсказать? У меня ребенок маленький. У меня хозяйство. Я страдаю. Думаю, господи, какая дура. Надо было же попробовать. Правильно ты сказала? Котам в мешке нечего покупать. Вот поэтому я скажу, девочки, все равно, я уже прожила немалую жизнь. И скажу, что счастливы браки только тогда, когда есть взаимопонимание между мужчиной и женщиной. Но и когда вопрос секса, не надо стесняться этого. Когда все там нормально. А как вот ты отнесешься к тому, что твоя дочь Александра... Я ожидала. Ожидала, поэтому я ей задаю этот вопрос. Твоя дочь Александра, которая исполнится, например, 17 лет, вступит в отношения с мужчиной. Я считаю, что нужно хотя бы 18 лет, чтобы было. Чтобы человек уже мог принимать какие-то решения самостоятельно. Николай, скажите, пожалуйста, с точки зрения сексолога. Мы проводили анкетирование среди студентов мединститута. Средний возраст где-то 18-19 лет. Вот в это время в основном начали жить половой жизнью. Я вот очень меня зацепило слово целомудрие. Целомудрие душой и телом. Так многие девушки путают понятие целомудрие и наличие девственной плевы. Как мы знаем, ее вообще может не быть. Мы должны четко отличить физическую девственность или целомудрие душевное, духовное. У кого еще аргументы о теории памяти матки, девочки? Давайте не забывать, что существует такая теория памяти матки. У меня есть история о моих друзьях. Он смугленький, она смугленькая, она была не девственница, когда они женились, да? Рождается голубоглазый ребенок. Вин и вынес весь мозг. А была бы она девственницей? Никаких бы вопросов. Теория памяти матки. Имеет ли она хоть какое-то отношение к действительности? Кто-то из специалистов может подтвердить или опровергнуть? На самом деле это теория. И придумал ее, скажем так, даже не врач и не медик, а разводчик собак, хозяин, у которого появился некачественный щенок, и он решил, что, наверное, это вот когда-то она с кобелем тем гуляла. Почему она вообще на сегодняшний день имеет еще место быть? Потому что она была подхвачена в основном религиозными общинами. У нас мужчины, Михаил и Самвел, просто, я не знаю, уже пластырем себе рот заклеили. Хочется что-то сказать? Ну, безусловно, хочется сказать. Ты знаешь, Надюш, я не ханжа. И не могу сказать, что буду здесь отстаивать точку зрения, что действительно секс до свадьбы — это катастрофа. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось уберечь женщин вот именно от таких плачевных ситуаций, когда их в чем-то обвиняют. Я знаю семью, в которой женщина не была невинная, когда они поженились. Я не могу сказать, что она распутница или безрассудница. Но, тем не менее, при том, что у них семья хорошая, он постоянно при любой возможности старается ее этим уколоть. Манипуляторы шантажей. Возможно. Она все время вынуждена оправдываться. Отсюда мое мнение. Так. Женщине, для того, чтобы начать половую жизнь, ей нужно все-таки правильно подумать над партнером. Кто это будет? А теперь представь ситуацию. Она подумала над партнером. У нее был первый секс с мужчиной, которого она любит, и думала, что это на всю жизнь. Да. Не получилось так, бывает. Да. Она вышла замуж за мужчину, подобного твоему приятелю, и он ее упрекает на основании того, что она не девственница. А она ему говорит, ты не переживай, я не просто так ему отдалась, я его очень любила. Ты думаешь, эту ситуацию как-то исправит? Для нормального мужчины это исправит ситуацию. Когда у женщины был один... Наоборот, он будет ревновать. Ах, ты того любила, у тебя с ним не получилось, и поэтому ты со мной. Я тебе честно скажу, и я этим грешу. Я ревнивый человек, и поэтому, конечно же, периодически мне приходит в голову мысль, что у моей жены были отношения до меня. Но, тем не менее, зная нравственную сторону своей жены, я не посмею ее в этом упрекнуть. А у тебя? Ну, безусловно, конечно. Безусловно. Конечно. Мы с Санвелом вообще решили, что до этой передачи мы девственники. По поводу мужчин у меня противоположная мысль, потому что мужчина должен быть опытным, дабы не испортить свою женщину, в том числе и в плане здоровья. А на ком же ему тренироваться? На распутницах. На непорядочных женщинах. Хай тренируется. В общем, что я могу сказать. Тут я слышу слова целомудрия, девственность, какие-то упреки будущих мужей, допустим. Девственность, я думаю, это еще не повод уважать девушку и женщину и сразу жениться. Вот девственница, значит, я должен жениться. Значит, она хорошая. А если она противная девственница, и что с ней делать потом всю жизнь, что ты будешь с ней делать? А бывает, что девушка потеряла девственность, ну, такая слабая, он такой козел нахальный. Попався, она подумала, что на всю жизнь, ну, поддалась, отдалась, и что ей потом делать? Мучаться. Вот если бы мне девушка сказала, до свадьбы нет. Ну, странно. Это тоже про кота в мешке, да. Я тоже просто на физиологическом уровне должен знать, что мы подходим друг к другу. Это нормально. Ничего тут такого нет. Бывает, что люди совсем не подходят. Ну, зачем тогда мучать и потом несколько лет, потом расходиться опять. Поэтому, конечно, надо это все пробовать. Но это надо делать как-то грамотно. Не то, что там бегать и примиряться. Вот Сей Педишов. Секс, а еще 90 пунктов, которые могут помешать счастью, помимо секса. Сексу-сексу. Я думала, помочь. Нет, все-таки помешать. Информационный спонсор показа – журнал «Добрые советы». И мы плавно переходим ко второму вопросу нашей дискуссии. Насколько потеря девственности и сексуальный опыт до свадьбы помогают женщине испытывать удовольствие в интимных отношениях? Прежде чем вы выскажете свое мнение, у вас есть минутка подумать, а я попрошу Николая, как специалиста-сексолога, по этому поводу высказаться. Чем опытнее, тем приятнее. Чем опытнее женщина, тем она больше и лучше доставит удовольствие мужчине. А себе? Суть в том, чтобы доставить удовольствие мужчине. Мы договорились, что она опытная и она умеет получать оргазм. Сама на вас. В периоде становления от девушки к женщине проходит несколько этапов. Первое – привыкание. Понимание того, что она должна раздеться, открыться этому мужчине. Потом начинается уже близость. Вначале не получается достичь оргазма, или не сразу получается, не во всех позициях. Постепенно это чувство развивается. Ну и наконец-то наступает стадия уже такой стабильности, когда мужчина и женщина живут регулярно, получают оргазм, разнообразят. Поэтому с первой брачной ночи это не получится. Тогда, Николай, что же получается? Нельзя пробовать с разными мужчинами, потому что сначала ничего не получится. То есть нужно все-таки выйти замуж за человека, с которым ты хочешь прожить всю жизнь, а потом уже налаживать секс. Ну так же вы рассказали сейчас? Нет, нужно вначале начать. Есть же такое понятие пробный секс, ну там гражданский брак. Да, ошибки бывают, да, кажется, что ты любишь этого человека на всю жизнь, а ну ошиблись. Но мы начнем с того, что не поцелуя без любви, правильно. Но если она есть, все разрешено. Вы знаете, вот мне тоже хочется сказать, что, чтобы нас, не дай бог, неправильно не поняли. Так. Что мы призываем, идите и пробуйте. Боже мой, да первый секс однозначно должен быть по сумасшедшей любви. И если женщина не видит в мужчине будущего своего партнера, то нечего даже начинать с ним сексуальные отношения. Я имею в виду, если она не хочет выйти за него замуж. Как там сложится потом, это вопрос второй. А по детству кто понимает, где любовь, а где не любовь? Вот мне 15-16 лет, у меня мужика не было, я там знаю. Мне кажется, любовь. А он меня чихпых и не любовь. Если до 30 лет, если она не занималась сексом, значит, было нормально, она ждет. Ну, если ее так устраивает, хай сидеть до 70. У меня мамы было 4 подруги, 4 сестры. Одна из них только вышла замуж, а все до 70 были девственницами и померли. Хорошо, я беру сейчас своего мужа, да, я была девственницей, но та-та-та-та-та. Хорошо. А того, что у меня будет 500 партнеров, это не значит, что в первую ночь со своим мужем у нас все будет идеально. Конечно, нет. Опять же таки, как вы сказали, надо время, надо притирка. И чтобы достичь совершенства, откровенно говоря, даже со своим мужем понадобилось время. Хотя он был у меня далеко не первый. То есть, если за плечами у мамы останутся 500 мужиков, это не значит, что я покажу перфект... Так откровенно, 500? Во-первых, кто говорит о 500? Я же не призываю, я призываю, но вообще я. Мы не призываем 500. Знаете, вот по поводу чувственности, на примере даже своей институтской знакомой мы вместе учились. Она была гораздо старше нас. И так получилось, что она в свои 26 была еще девственницей. Как-никак, ну мы там 18-летние девочки, и для нас это было уже как-то вот так вот, ну немножечко странно. У нее начались отношения с хорошим человеком, любовь, в результате первый, так скажем, секс был не совсем удачный. Женщины-девственницы, они гораздо тяжелее раскрываются. У меня была тоже школьная подруга, так она носилась с этой девственностью до 35 лет, пока я знала там что-то о ней. Потом я потерялась где. Она вообще замуж не вышла, она с ней носилась, а какой-то дурень с писаной торбою. Табличку писала такую девственница. Ну, на разговоре с девчонками, я лишусь девственности только с мужчиной, который будет, ах, принц на белом коне. Он не приехал, она была очень переборчивая. Ай, Бог милый, у меня была знакома в Москве, работала женщиной легкого поведения много лет. Потом вышла за клиента замуж, родила шестерых детей, живя в Москве довольна и счастлива. Это что ты сейчас нас призываешь делать? Нет, это к тому, что разные случаи бывают, не надо насыться. У меня тоже одна знакома была в общежитии, ой, девственница, и бояласься заразиться. А садилась в тазик мыться, мыла голову, мыла тело, мыла вот там, мыла ноги потом. А я говорю, ты пища выпила с этого тазика. Если женщина сказала, что она девственница, мужчина должен поверить и сказать, значит, девственница. И это не главное, все правильно, это не главное со мной. Ты знаешь, Надюш, в этом и печаль, что получается, что женщина находится под определенным давлением постоянно, под прессингом. Сначала она думает, что невинность, девственность или целомудренность, это действительно какой-то такой ее лотерейный билет, что если она до определенного возраста и встретит своего, и выйдет за него замуж, и все будет хорошо. А потом с какого-то момента на нее все начинают давить, ей начинают рассказывать, ты еще девственница, о боже. Наступает перелом, когда она начинает не просто этого стыдиться, а когда для нее это уже переходит в болезнь. Почему мы все-таки говорим о 18-21 возрасте? Потому что это тогда, когда и эмоционально девушка более раскрепощенная. Я сталкиваюсь с тем, что женщины, которые, как ты говоришь, хранили целомудрие до 28-30, они начинают этим тяготиться. Вы не представляете, приходят женщины и просят какую-то хирургическую манипуляцию, чтобы лишить их девственности. Потому что ей стыдно, ну скажем так, завести с кем-то отношения. Как, до 30 тебя никто еще не хотел. Кому ты не нужна была, и мне теперь не нужна. Да, ты никому не была нужна. И вы не представляете, насколько они зажаты эмоционально, насколько там уже гора комплексов. В связи с этим основной вопрос нашей сегодняшней дискуссии. Действительно ли девственность может быть непременным условием счастливого замужества? И, пожалуй, вопрос будет к Анете, потому что сегодня именно ты, можно сказать, самым горячим образом защищаешь девственность, как путь к счастливой семейной жизни. У меня есть пример моих родителей. У меня мама выходила замуж невинной. 26 лет. Они до сих пор живут вместе, у мамы мои пятеро детей. У нас плотная семья. Мой отец никогда не изменял, я в этом уверен более чем. Ты думаешь, это потому, что мама была девственницей? Нет, это как пример того, что... Чисто. О том, что сексуальная несовместимость, и то, что нужно пробовать, там, до, там, перебирать. Нет, вот люди полюбили, они тут же поженились через три месяца, и все у них до сих пор замечательно. Анете, вот скажите, пожалуйста, я смотрела все сезоны «Холостяка», и вот когда показывают, вы там плаваете в бассейнах, вы там обнимаетесь, вы что, вообще у вас ничего отлично у тебя нету, какого-то возбуждения? Конечно, есть сексуальное притяжение к человеку. Как ты справилась с возбуждением? Есть просто наслаждение друг другом на энергетическом уровне. А вы говорите, Алла, что нужно пробовать. Простите, но это вас пробуют, а не вы. Понимаете? А зачем к себе так относиться, как будто это тебя пробуют, а не вы. Вы же выбирайте. Я хочу вмешаться в вашу дискуссию. Ну, почему-то мы рассматриваем, и общество рассматривает, что мужчины – это самцы, что им нужно только одно. Они хотят взять, забрать, войти, воткнуть там. И убежать. Да, непременно. То любовь, ведь она триедина. Это психологическое, социально-психологическое влечение, то есть интеллектуальное и сексуальное. Все зависит, конечно же, от личности человека. И вообще семья – это не девственница или не девственница, а семья – это доверие, это взаимопонимание, это уважение друг к другу. И не важно, был ли ты девственником или не девственником. Я думаю, что сегодня мы услышали достаточное количество аргументов «за» и «против». И надеюсь, что они помогут сделать правильные выводы. Спасибо вам огромное за то, что помогли кому-то разобраться, решение принимать вам. Будьте счастливы. Спасибо. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.